Алло. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте, проходите. Спасибо. Участковый терапевт Ольга Черданцева спешит. Сегодня пациент особый, ветеран Великой Отечественной войны. Здравствуйте, Тимофей Афанасьевич. Ну что, как себя чувствуете? Ответ по-военному короткий, нормально. Врач другого и не ждала. Ветераны на здоровье никогда не жалуются. Но даже полковника запаса 88 сердце иногда беспокоит. Покалывает, да? Не, оно не покалывает. А вот на что я жалуюсь. Жгет. Вот так. Доктор внимательно изучает жалобы, слушает сердце, меряет давление. А еще Тимофею Афанасьевичу сделают ЭКГ. Прямо здесь, не выходя из дома. Спасибо вам, доктор. Моего дедушку так хорошо лечить. Всего же на участке Ольги Черданцевой 10 участников войны. Возраст пациентов такой, что пройти диспансеризацию в стационаре не могут. И тут главное вовремя увидеть проблему. Поэтому по адресам врач выходит регулярно. Раз в неделю. Если есть в том надобность, назначаем анализы. То есть приходит медсестра, берет кровь, кардиограммы на дому. В Риотове 137 участников войны. Только треть обслуживается на дому. Остальные предпочитают сами приходить на прием. В преддверии годовщины 70-летия победы в Великой Отечественной войне наши медицинские специалисты стараются сделать все возможное для того, чтобы наши ветераны чувствовали себя комфортно, чтобы их здоровье их не подводило. И это не календарная работа в канун юбилея, а плановая и уже многолетняя, говорят в больнице. Сейчас с поправкой на 70-летие в преддверии праздника ветераны очень волнуются. Владислав Момот, Алексей Золотарев для РТВ